Друзья, приветствую всех заглянувших. У нас сегодня на распаковке вот такое замечательное издание Starfield Constellation Edition. Издание созвездий, купленное вот буквально сегодня на Xbox. Xbox у меня нету, но издание зато вот такое замечательное теперь есть. Сейчас мы вместе с вами его раскроем, посмотрим, что находится внутри. Вспомним, стоит ли оно всех денег, которые за него просят, насколько в принципе оно нас устраивает по качеству. Вот так вот оно у нас со всех сторон выглядит. Так, теперь разобраться бы. Сюда в сторону уйдет рукав. Такая вот у нас внутренняя коробочка. Здесь у нас спецификации часов. Поймаем фокус. Фокус не ловится. Ну, написано Bluetooth SmartWatch Model Number P V60. Так, вот такая вот красота нас поджидает внутри. Давайте все рассмотрим по очереди. Такой вот замечательный стилбук. Иронично то, что игра у нас с кодом на загрузке, без какого-либо диска. Так, сейчас я... Так, понять бы, что из этого... Код. Ага, наверное, вот это у нас код. Давайте тогда... Соответственно, вот такое вот у нас нутро. Инструкции. Брошюрки с раскладками. Так, внутренняя часть у нас изымается. Внутренняя часть, к сожалению, приклеена, поэтому всю красоту стилбука изнутри показать не могу. Но могу показать вот этот вот жетончик. Так, вот так его зажму пальцами. Это металл. Здесь сверху я пальцами зажимаю код. Но, в принципе, можем видеть, да, то, что некий железный жетон, возможно, реплика чего-либо из игры. Давайте мы тоже в сторону это все дело отложим. Так, ну и дальше достаем самую красоту. Так, а самая красота у нас вот такой вот замечательный ящичек, который на самом деле еще меньше, чем казалось изначально. Коробочка-то сама по себе, не то чтобы слишком большая. А тут внутри все меньше и меньше и меньше внутренний ящичек. Я-то ожидал здоровой коробки, как в коллекционке. Fallout 4 у нас вот такой вот кейс. Натянутые ленты с заклепками. Давайте попробуем открыть. Какова красота. Обратите внимание еще раз на защелку. У нас штыри входят специально, кстати, тоже металл. Специальные пазы. Так, и что же у нас здесь в комплекте? Начнем с наименее интересного ремешочек запасной. Такая вот патчик-нашивочка. Кстати, очень тонкая. Качество на самом деле вот не очень. QR-код для установки приложения. Маленькая площадочка для зарядки. И сам провод. Дополнительные шпильки для ремешка. Ну и дальше у нас самое интересное. Самое интересное это у нас непосредственно вот такие вот замечательные часы. Так, сейчас мы посмотрим их полностью. Что они из себя представляют. Кнопки. Материал. Сложно пока понять, какой именно. Соответственно, стекло. Похоже на металл на самом-то деле. Вот эти все элементы, они не нажимаются. Исключительно декоративные. Сзади никаких дополнительных датчиков нету. Только наклейка с какой-то дополнительной информацией. Ну, обычный на самом деле прорезиненный ремешочек. Удобно снимающийся на самом деле. Металлические бляшки. С надписью Chronomark. Здесь CM Chronomark. И понять бы теперь, как это дело включить. Кстати, вот эта внутренняя часть, она вся мягкая. Не съемная, а приклеенная. Так, сейчас мы какое-то время потратим на запуск. Ну, к сожалению, сходу запустить их не удалось. Предполагаю то, что нужно либо изучить инструкцию на мобильном устройстве, либо, соответственно, подзарядить их слегка. Поэтому этот вопрос я оставлю чуть-чуть на потом. Возможно, я потом отдельно запишу дополнительное видео, в рамках которого сделаю такой маленький обзор по этим часам. Потому что конкретно эти часы я намерен использовать на постоянной основе. Интересно, как они себя в реальной жизни покажут. На этом, в принципе, набор, обзор набора подходит к концу. Что у нас здесь есть? Замечательно, мне очень нравится, как выполнен кейс. Часы, которые, к сожалению, пока что не удалось опробовать. Достаточно дешевенький патчик, который, видимо, здесь исключительно для того, чтобы закрывать зарядочку, которая там была спрятана. Замечательный, красивый стилбук. И достаточно интересная подача ключа на загрузку. На этом все. Я надеюсь, что было интересно, полезно. И, возможно, увидимся в следующих видео. Всем счастливо!